Пистолет, пулемет, бризон. Ребята, а мы это не надо использовать. Констольное оружие, то есть при штурме зданий, сооружений, эффективно его использовать. Оружие, каски и бронежилеты, с которыми ходят на задания сотрудники СОБРа, примеряют самарские студенты. И это самая долгожданная часть встречи с работниками областного наркоконтроля. Еще недавно ведомство было самостоятельным, сейчас входит в состав МВД. Вместе со структурой поменялись и задачи. Теперь упор не на силовые методы, а на профилактику. Чтобы молодежь, чтобы школьники, чтобы студенты отвлечены были от этого плохого деяния, как наркомания, чтобы занимались спортом, здоровым образованием жизни. Задача не ждать, пока человек станет наркоманом, преступником, потом посадить его, привлечь к уголовной ответственности. Задача, чтобы он не стал наркоманом, чтобы не покупал эту гадость. На встрече участникам акции «Студенческий десант» показывают фильм о вреде наркотиков и алкоголя, рассказывают о работе ведомства. Чтобы помогать полицейским охранять порядок, в регионе два года назад было создано движение «Ночной патруль». Его активисты сообщают о пьяных водителях на дороге. В сентябре появилась еще одна организация «Будущее» 63-го региона. В ее задачи входит пропаганда здорового образа жизни и привлечение в свои ряды молодежи. Сегодня наркоторговцы зачастую работают через интернет. Здесь и пригодятся навыки нынешних студентов. Не секрет, что сейчас распространен бесконтактный способ. То есть это при помощи социальных сетей, при помощи всех интернет-мессенджеров и так далее. В этом случае у нас есть ребята, которые и программисты. Мы сейчас планируем привлекать студенчество, в том числе технических вузов, которые прекрасно владеют всеми средствами интернет-общения для того, чтобы содействовать ФСКН в области поимки таких преступников. Сегодня я узнал о большом количестве общественных движений. Узнал, что есть много людей, которым не безразличны проблемы нашего города. И, возможно, в будущем я в какой-нибудь из них буду выступать. Чтобы стать участником общественного движения и сотрудничать с полицейскими, достаточно желания и чувства ответственности. Тем, кто хочет присоединиться к активистам ночного патруля, потребуется еще и документ, подтверждающий, что молодому человеку есть 18 лет. Алина Чемери, Станислав Левин, События.